В руках этого мастера молоко, закваска и специи превращаются в сыры семейства паста филата – моцарелла, буратта, строчителла. Крафтовое производство по итальянским рецептам сделало эту продукцию востребованной во многих ресторанах Москвы, а директора компании сподвигло к расширению производства. Аналогичных предприятий в Химках больше нет. Сейчас в ближайших планах у нас открытие своего небольшого магазина при сыроварне, чтобы покупатель мог видеть, как производится этот сыр, и покупать непосредственно самый свежий продукт, как говорится, из-под ножа. Помимо этого, при данном магазине мы планируем открыть небольшую пиццерию, где также свой сыр мы будем использовать. За помощью предпринимателя обратился в муниципальное учреждение «Малый бизнес-химки», которое предоставляет различные меры поддержки предпринимателям. Сегодня мы в рамках проекта «Выбирай свое» вместе с сотрудниками МКУ «Малый бизнес» находимся на территории частного предприятия. Поскольку предприятие приняло решение о расширении, они обратились в администрацию для консультации, для получения дополнительных каких-то субсидий и возможного расширения площадей помещений. Данный предприниматель уже подготовил пакет документов для получения мер поддержки в виде кредитования с фонда микрофинансирования, а также софинансирования наружной рекламы. Благодаря оказанной помощи предприниматель сможет не только расширить производство, но и обновить помещения, а также получить поддержку в части рекламы. Не первый год правительство Московской области проводит беспрецедентную работу по оказанию поддержки малого и среднего предпринимательства. Поддержка предпринимательства – это одна из приоритетных задач, от решения которой зависит благополучие развития экономики. Добавим, что только в 2023 году более сотни химкинских предпринимателей воспользовались поддержкой от администрации города. Александр Сергеев, Руслан Сафин, Новости Химки ТВ.